привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щедников и мы продолжаем снимать ролики про авторотацию и наверное в детстве все выпускали бумажные полоски которые летят вниз и вращаются вокруг своей оси а сейчас я запущу вот это большое крыло с трибуны и мы посмотрим на то как она летит и вращается я готовлюсь поднимаю крыло запуск и пластинка вращается и планирует сейчас мы попробуем разобраться с физикой такого полета и вы конечно можете нарезать этих полосок попускать их возобновить свои детские воспоминания но когда мы переходим к физике мы начинаем себе задавать вопросы и мой вопрос звучал так полет крыла в режиме авторотации характеризуется тремя параметрами первый параметр это частота с которой вращается крыло второй параметр это скорость его поступательного движения а третий параметр это угол под которым происходит планирование крыла и каким образом крыло выбирает эти три параметра так что они согласуются друг с другом вот на этот вопрос мы и будем с вами сегодня отвечать и для начала мы внимательно посмотрим на движение крыла в режиме спуска на авторотации и с этой целью я вырезал вот такую бумажную пластинку и приделал к ее концам небольшие законцовки нанеся на них два черных кружочка а сейчас я запущу это крыло оно будет вращаться опускаться а мы запишем его движение на скоростную камеру произведем трассировку обоих кружочков ну и тем самым мы не будем знать как движутся обе кромки крыла и и вот крыло падает и обратите внимание что его передняя кромка как бы зависает в этом движении а плоскость крыла проворачивается вокруг нее на четверть оборота а спуск в целом происходит под углом близким 45 градусов теперь посмотрим на это же движение с трассировкой траектории кромок до какой-то степени напоминают циклоиды и мы видим попеременные точки зависания для каждой кромки а еще можно обработать трассировку и получить картинку с последовательными положениями крыла за каждые пол оборота крыло сначала вертикально падает вниз постепенно переходит в горизонтальный полет зависает оборачивается вокруг передней кромки и цикл повторяется снова а что касается средней точки крыла в первом приближении мы можем считать что она движется по прямой линии и с постоянной скоростью и теперь мы можем сделать стандартный для физики ход и перейти в систему отсчета движущаяся прямолинейно и равномерно со средней скоростью крыла в этой системе отсчета само крыло будет вращаться на месте а воздушный поток будет набегать на него под углом снизу ну а поскольку мы видели что зависающая кромка в исходной системе отсчета лабораторной неподвижно относительно воздуха в момент проворота это означает что сейчас вот в этой системе отсчета отступающая кромка будет иметь скорость равную скорости воздуха а наступающая кромка будет двигаться в противоположную сторону с такой же скоростью а теперь мы нарисуем силы действующую на пластинку которая планирует в режиме авторотации ну и конечно прежде всего это сила тяжести поскольку пластинка движется в среднем прямолинейно и равномерно это означает что сумма действующих на нее сил равна нулю а стало быть сила тяжести должна уравновешиваться аэродинамической силой ну и люди которые занимаются практической аэродинамикой они любят раскладывать эту силу на тяжестьove компоненты компоненты компонента направленная вдоль потока воздуха это лобовое сопротивление компонентаétais которая направлена поперек потока воздуха это подъемная сила ну и у сила тяжести м же она связана с аэродинамической силой но очевидным образом häufig уравновешивается аэродинамической силой, которая пропорциональна квадрату скорости воздушного потока и площади пластинки. Отсюда находится скорость, с которой пластинка спускается вниз. А частота, с которой она вращается, находится из тех соображений, что задняя убегающая кромка движется со скоростью близкой скорости воздушного потока. Ну а стало быть, частота есть, приблизительная скорость воздушного потока, делить на 2 пир, где расстояние от центра простинки до кромки. Ну и два параметра из трех мы тем самым определили. Вот еще есть, конечно, угол, под которым происходит это движение, это планирование. Ну вот в наших опытах этот угол составлял 45 градусов. И почему он должен быть именно таким? Мы объяснять, честно сказать, не умеем. По-видимому, это как бы гораздо более сложные аэродинамические теории. Но я должен заметить, что когда-то мы снимали ролик под названием «Эффект Магнуса». И там у нас планировал такой планер, составленный из вращающихся стаканчиков. Так вот этот планер тоже опускался под углом 45 градусов, что, наверное, не случайно. И вот мы выяснили, что авторатирующая пластинка создает подъемную силу перпендикулярную направлению набегающего на нее воздушного потока. И здесь я должен сказать, что именно эта подъемная сила вызывала отклонение в ту и другую сторону конуса вращения. В нашем прошлом ролике про рев быка. Если вы этот ролик не смотрели, посмотрите его, пожалуйста. А теперь мы перейдем к вопросам практическим. Ну, там, где есть подъемная сила, конечно же, появляются и изобретатели, которые предлагают использовать эту подъемную силу в летательных аппаратах. И действительно, авиамодели с авторатирующим крылом, которые вращаются от набегающего потока воздуха, они действительно строятся, на них можно посмотреть. В 20-е годы была сделана и попытка построить самолет с такого рода крылом, но эта попытка не удалась. Самолет потерпел аварию при первом же испытании. И с тех пор такие конструкции почему-то не строились. Ну, и если вы вспомните про ту физику, которую я вам сегодня рассказывал, может быть, вы поймете, в чем здесь существенные ограничения, почему авторатирующих самолетов с такого рода крылом до сих пор не существует. Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на YouTube.